МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. СТУК В ДВЕРЬ Что случилось? Там Мария Семеновна... СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Мария Семеновна? Мария Семеновна? Ма... Убийство учительницы в собственной квартире крайне редкое преступление. Цель какая? Ну, не грабить же. Мария Семеновна Терехина никогда не опаздывала на работу. Но в этот майский день она в школу не пришла, на звонки не отвечала. К ней домой отправили ученицу 10-го класса Александру Зубенко. Девушка была в шоке от увиденного, а директор школы немедленно позвонила в милицию. Кому мог помешать педагог с 30-летним стажем? Это предстояло выяснить следственной группе, которая немедленно выехала на место преступления. Следователь Вячеслав Савченко видел на своем веку немало убийств. Однако не мог вспомнить, чтобы убивали учительницу. Представители учительской профессии вызывали у него большое уважение. Ну что скажешь? Суд-медэксперт объяснил, скорее всего, удар был нанесен с большой силой бронзовым бюстиком Сталина. Убийца не поставил бюстик на полку, а бросил его возле двери. С наружной стороны двери, возле порога, валялась тряпка со следами крови. Отпечатки есть? Нет. Бюст вымыли, тряпочкой все вытерли, и ручки дверей тоже протерли. Хорошо, Семенович, иди работай. Следователь сделал вывод. Удар нанес, вероятнее всего, мужчина. Женщин с такой физической силой надо поискать. Здравия желаю. Я участковый Федорчук. Участковому покойная была хорошо известна. Она не раз приходила к нему с письменными жалобами на аморальное поведение соседей. И на кого она последний раз жаловалась? На Григорьева. Он за стенкой живет. Нормальный мужик, но не просыхает. Участковый разговаривал с выпивохой, тот обещал бросить пить, но хватало его ненадолго. Ясно. А там у тебя что? Там вторая комната. Федорчук рассказал следователю, что вторая комната досталась убитой после того, как ее соседи, супружеская пара, куда-то исчезли. Что значит исчезли? Куда исчезли? Я не знаю. Я в это время в другом районе работал. Но я знаю, что она очень хотела и добивалась, чтобы ей эту комнату отдали. И когда разрешили, она радовалась и гордилась, и говорила, я человек умственного труда. Я заслужила. Хорошо. Разберемся. По классической схеме необходимо было опросить соседей. Этим занялись оперативники и участковый. Согласно первым заключениям экспертов, смерть Терехины наступила поздно вечером или даже ночью. Надежды на то, что кто-то из соседей мог не спать и что-то видеть, практически не было. Но вдруг появилась первая зацепка. Соседка Христофорова рассказала. Накануне вечером она видела во дворе мужчину, который стоял неподалеку от двери в квартиру Марии Семеновны, прямо под окнами Григорьевых. Он что-то искал на земле, а потом убежал. Может быть, испугался чего-то. А лицо запомнила? Узнать сможешь? Нет. Темно было. Ну, помню, что очень высокий был. Прочти подпиши. Следователь решил, что в первую очередь стоит обратить внимание на соседа Григорьева. Он тоже высокого роста. Савченко предположил, что Григорьев, на которого жаловалась учительница, вполне мог быть причастен к ее гибели. Слава, иди посмотри. Что у тебя там? Ну, следы. Как ты думаешь, от чего это может быть? Слоники. Семь слоников. Символ достатка и благополучия. Сколько бы ни говорили, что это мещанство, слоники стояли на диванных полочках в большинстве советских квартир. Их переставляли в разных конфигурациях, подклеивали отбитые части и свято верили, что они приносят счастье в дом. В доме этот талисман находился в самом светлом месте и обязательно поближе к окну, чтобы везение из внешнего мира пришло в жилище. Именно такие слоники исчезли из квартиры Марии Семеновны. Все остальное было нетронутым. Но формулировка убийства с целью похищения слоников звучала нелепо. Что же расскажет сосед Григорьев? Сыщики отправились к нему. МИЛИЦИЯ Когда милиционеры вошли в квартиру Григорьева, тот спал мертвым сном. Вставай, зараза! Где милиция пришла? Ну что ты опять натворил? Жена Григорьева рассказала, что муж приполз вчера домой пьяным примерно в 7 вечера, завалился спать и проспал до утра. Выходил по нужде? Выходил два раза. Но потом снова сразу засыпал. Только вставай! Чего надо? Убита ваша соседка. Значит, заслужила своего. На предложение милиционеров проследовать вместе с ними в отделении Григорьев ответил отказом. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу. Несмотря на то, что он все еще был полупьян, скрутить Григорьева было нелегко. Он оказался сильным мужчиной. Следователь Савченко решил, что с коллегами убитой учительницы и тех персоналом школы он должен поговорить лично. Я до сих пор не могу поверить, Мария Семеновна. Нам всем ее будет очень не хватать. Совесть школы. Вот кем она была. Все опрошенные отзывались о погибшей с большим уважением. Каждый старался сказать о ней что-то хорошее. Порядок уважала. Всегда своего добивалась. Принципиальная очень была. Даже слишком. Извините, мне надо работать. Мария Семеновна была прекрасным человеком. У нее был огромный авторитет. Ее все любили. Она не только хорошо знала всех учеников, но и многие родители школьников тоже в свое время учились у нее. Чем дольше Савченко находился в школе, тем меньше следователь верил в то, что здесь сможет нащупать нить расследования. Он убедился, что это убийство никак не связано со школой. Убийцу следует искать дома. Бытовуха. Скорее всего, убийцей окажется кто-то из соседей, которым принципиальность старой учительницы могла стоять поперек горла. Любопытно все же. Сколько это произведение искусства эпохи строительства социализма может весить? Килограмма три? Нет. Пожалуй, чуть меньше. Изображение вождя было обязательным атрибутом любого государственного учреждения. И очень желательно было иметь его дома. Неудивительно, что у Марии Семеновны он тоже был. Вот только если ее шли убивать, то орудия убийства должны были принести с собой. Почему же убили бюстиком? В сталинские времена в народе ходили легенды о скромности вождя. Но это не мешало в каждом населенном пункте ставить ему, живому, памятники. Композиции утверждались специальными комиссиями. Одна из популярных композиций – два вождя. Ленин и Сталин. Ленин сидит на скамеечке, Сталин стоит рядом и указывает путь в будущее. После доклада Хрущева на 20-м съезде оказалось, что направление, в котором указывает Иосиф Виссарионович, мягко говоря, не совсем верное. Памятники Сталину стали убирать. В разных городах до сих пор рассказывают легенды о том, что во времена оттепели якобы был негласный указ композицию два вождя осовременить. Ленина оставить сидеть, а Сталина убрать. Такую легенду рассказывают в Симферополе, Адлере, Николаеве. Многие продолжали искренне любить Сталина. Хранение у себя дома его бюстика или портрета было чуть ли не протестом против развенчания его культа личности. Мария Семеновна любила вождя. Она и представить себе не могла, что можно выбросить его бюст. Гости у нее бывали редко, но с каждым, кто был с ней не согласен, она была готова вступить в непримиримый спор. Протрезвевший Григорьев удивил Савченко. Он оказался спокойным и несуетливым мужиком. Гражданин начальник, я не скрываю, к соседке относился плохо, но чтобы убивать. Почему ты к ней плохо относился? Она все пыталась доказать ему, что он – ничтожество, которому место в тюрьме. Имела сильное влияние на жену Анатолия, которая когда-то у нее училась. Ты ей угрожал? Угрожал. Ну что под этим делом не скажешь? Ну чтобы убивать, я ее не убивал. Зачем мне ее за старухи жизнь портить? Савченко вынужден был признать, что пьяный Григорьев вряд ли сумел бы так аккуратно вытереть дверные ручки и орудие убийства. Но чего не бывает. Следователь решил использовать вещдок, который один из милиционеров нашел возле окна Григорьева. Что ты на это скажешь? Этого слоника оперативники нашли при осмотре двора неподалеку от квартиры убитой. Казалось, появляется логика. Из квартиры убитой пропадают слоники. Затем соседка Христофорова видит силуэт долговязого мужчины, который что-то ищет на земле. Вероятно, он и потерял фигурку. Григорьев тоже долговязый. Ненавидел учительницу, а значит это он. Следователь решает, что предъявленная Григорьеву фигурка заставит его заговорить. Этот слоник из квартиры убитая. Ответь, как он оказался под твоим окном? Подозреваемый не мог объяснить, как фигурка оказалась под его окном. Я точно из квартиры училки. У меня дома точно такие есть. Может, жена меня пьяного бросила, и вот к это окно попало. Но появление следующего вещдока заставило Григорьева замолчать. Нашли, между прочим, у тебя под подушкой. Изъятая заточка тянула на статью «Ношение холодного оружия». Савченко знал, что в неблагополучном районе многие носили финки или такие вот заточки. Но этот вещдок скорее отрицал причастность его хозяина к убийству. Если бы Григорьев действительно хотел убить учительницу, то скорее всего просто использовал бы заточку, а не хватался бы за бронзовую статуэтку. Название «заточка» появилось в тюрьмах еще до революции. Значение слова точно передает способ его изготовления. В местах, где фабричный нож по понятным причинам просто недоступен, а желание иметь холодное оружие крайне велико, заключенные стали затачивать любые предметы. Ложки, обрезки металла, напильники, превращая их в средства защиты или нападения. Постепенно понятие «заточка» перешло на любой самодельный нож. Какие только жало не делали в криминальной среде. С выкидными и даже вылетающими лезвиями. Крюки волнообразные. Были ножи, которые прятали в трости и даже в авторучке. Заточку, которую изъяли у Григорьева, делал хороший специалист. В собственной квартире ударом бронзовым бюстиком Сталина по голове убита пожилая учительница Мария Семеновна Терехина. Из ее квартиры ничего не пропало, кроме набора слоников. Одну фигурку оперативники находят возле окна соседа учительницы, пьяницы Григорьева. Выясняется, что Григорьев ненавидел учительницу. Не раз угрожал ей за то, что она писала на него доносы в милицию. Соседка Христофорова видела вечером долговязую фигуру перед окнами учительницы. Следователь предполагает, что это был Григорьев и отдает приказ задержать его. Во время обыска оперативники находят у него самодельную бандитскую заточку. Чего молчишь? Вещь, между прочим, профессиональная. Отвечай, где взял! Григорьев рассказал, что несколько дней назад выпивал со слесарем железнодорожного депо Семенюком. Тот и подарил ему заточку. Ну, дружил. Вот это вещь. Ты смотри, поаккуратнее с ней. Выпивали во дворе школы, как на грех мимо проходила Мария Семеновна. Стала кричать, называла подонками и отбросами. Пообещала, что напишет жалобу участковому. Не пугай. Что, смелый какой? Один раз я тебя посадила, еще раз посажу. Учти. Когда учительница ушла, Григорьев спросил у Семенюка, каким боком училка причастна к его ходке. На что собутыльник посоветовал ему не лезть не в свое дело и добавил, что у него со старухой старые счеты. Из рассказа Григорьеву следователю стало известно, что у Семенюка был мотив, чтобы как минимум доставить учительнице неприятности. Но что это за старые счеты, еще предстояло выяснить. Гражданин Семенюк. Да. Поведение слесаря Семенюка не вызвало у прибывших в депо милиционеров никаких опасений. Он спокойно выслушал их, не возражал против того, чтобы проследовать в отделении. Это усыпило их бдительность. Разрешите умыться. Неожиданно Семенюк сорвался и побежал. Задержать его не удалось. Ушел, гад. При обыске рабочего места слесаря были обнаружены несколько заготовок для финок и одна готовая, но без ручки. Че стоите? Похвалы от меня ждете? Идите работайте. Изготовление холодного оружия – это тебе не семечками торговать, за такое по голове не погладят. И отсидевший Семенюк не мог этого не знать. В местах возможного появления сбежавшего слесаря были организованы засады. Оперативники усилили контроль на дорогах и в транспорте. На особый контроль взяли места, связанные с преступным миром, где мог залечь Семенюк. Понятно все? Вперед, выполняйте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, следователь Савченко у телефона. Да. Понял. Хорошо. Преступника тянет на место преступления и на похороны жертвы. В этот штамп из детективной литературы Савченко не особо-то верил, но все же решил пойти на похороны Терехиной. По решению администрации школы прощание проходило в актовом зале. Следователь расположился у двери и стал наблюдать. Александр, давайте. Хорошо. Он обращал внимание на самые мелкие детали, но не мог ни за что зацепиться. Савченко невольно выделил взглядом уборщицу в траурной косынке. Он вспомнил их первую встречу. Неразговорчивая и даже грубоватая женщина. Извините, мне надо работать. Черная косынка. Почему она была в ней и в день смерти Марии Семеновны, когда в школе никто еще не мог знать об убийстве? Это предстояло выяснить. Но пока важно было отработать версию о том, что убийца – сбежавший Семенюк. Следователь прямо сказал Григорьеву, что подозрения в убийстве учительницы с него снимут, если он расскажет, где может прятаться слесарь. Думаете, Семенюк убил? Ну, не мог он, гражданин начальник. Его аргументы были просты. Дескать, Семенюк хоть и пьющий, но голову не теряет. И после отсидки свободу слишком ценит, чтобы совершать такое бессмысленное убийство. А зачем же он тогда убежал? Из-за заточки, наверное. Савченко слушает. Когда? Следователю Савченко позвонили из отделения милиции на центральном рынке. 20 минут назад дежурный милиционер заметил гражданина, на которого была получена ориентировка. Семенюк вышел из будки сапожника и отправился к общественному туалету. Конвойный в виде. Савченко, дождитесь подкрепления, задержитесь, Семенюка. Да. Так, удалось выяснить личность сапожника? Милиционер очень быстро сообщил, что фамилия сапожника – Христич. Это точно? Следователь помнил Христича. Несколько лет назад сапожник проходил по делу о квартирных кражах. Сапожник барыжничал, то есть скупал краденое. Что-то оставлял себе для дальнейшей перепродажи, а что-то отправлял родственникам в деревню. Тогда на него вышли по показаниям членов банды, но доказать ничего не смогли. Христичи, Христичи. Савченко потребовал внимательно потрусить мастерскую Христича. Это непростой сапожник. Да. Ему доложили, что в сапожной будке производится обыск. Нашли подушку и тюфяк. Похоже, что Семенюк там ночевал, прячась от милиции. Когда Семенюка взяли, следователь попросил как можно быстрее доставить подозреваемого в отделение. Савченко надеялся, что перепуганный слесарь сразу во всем сознается. Садись. Свободен. Гражданин следователь, а за что меня взяли? Я чистый. Поведение Семенюка оказалось предсказуемым. Савченко дал ему возможность выговориться. Семенюк всячески старался отвести внимание следователя от сапожника Христича. Что ты делал в сапожной мастерской? Пришел сапоги починить. А этого сапожника я вообще не знаю. Первый раз вижу. Савченко решил, что настало время предъявить документы из прошлого. Сапожник Христич, который скрывал тебя на своем рабочем месте, ранее проходил по делу о продаже холодного оружия. Тогда Христич клялся, что приобрел финки для сапожного ремесла. Сейчас же не составит труда доказать, что Семенюк изготавливал лезвие, а Христич делал рукоятки и продавал готовые заточки. Ну как тебе? Чего молчишь? В собственной квартире ударом бронзовым бюстиком Сталина по голове убита пожилая учительница Мария Семеновна Терехина. Из ее квартиры ничего не пропало, кроме набора слоников. Одну фигурку оперативники нашли возле окна соседа учительницы, пьяницы Григорьева. Сосед полностью отрицает свою причастность к убийству. В поле зрения следствия попадает его друг и собутыльник, слесарь Семенюк. При попытке его задержать, Семенюк убегает и несколько дней скрывается, ночуя в сапожной будке своего дружка. Когда Семенюка все-таки задерживают, он рассказывает, что был под домом учительницы и видел, как от нее выходила какая-то женщина. Наборная рукоятка у ножа или финки. Предмет особой гордости в воровском мире. Так сказать, фирменный знак. Знак отличия. В криминальной среде рукоятка могла рассказать об авторитете хозяина, количестве ходок и даже статьях, по которым он отбывал срок. К слову сказать, улика-то неопровержимая. Сколько уголовников бездарно спалились на том, что их ножи имели приметные наборные рукоятки. Гражданин, начальник, да вы что, сидеть! Семенюк быстро сообразил, что ему шьют изготовление холодного оружия, да еще и в преступной группе. Возвращаться в тюрьму совсем не хотелось. Ну так думай, думай, может ты и не сядешь. Можно через чистосердечное. Давно пора. Семенюк коротко рассказал о том, что действительно с Сапожником Христичем знаком давно. Делал лезвие. Что было дальше, не знает. Тогда почему ты убегал из ДПО? После отсидки и нервы не к черту. А это зачем? Зачем? Зачем ты убил Терехину? Вот скажи. Увидев фотографию убитой учительницы, Семенюк сильно удивился. Не убивал я ее? Да, ненавидел я старую ведьму. Ну, чтобы мочить? Не-е-е. Она собиралась заявить на тебя участковым. А ты всем рассказывал, что у тебя с ней старые счеты. Да я ж не серьезно. Семенюк жил недалеко от школы и постоянно попадался учительнице на глаза. Вот она и привлекла к нему внимание милиции. Так он и попался на воровстве дефицитного инструмента. Он подтвердил, что действительно при Григорьеве угрожал училке, когда она застала их выпивающих на школьном дворе. У меня с ней свои счеты. Когда капитан Савченко понял, что признаний в убийстве не будет, решил взять на понт. Вечером, когда было совершено преступление, соседка Христофорова тебя видела под окнами убитой учительницы. К удивлению следователя, Семенюк даже отрицать этого не стал. Так и я ее видел. Ну, бабе хотел этой старой побить окна. Семенюк пытался найти камень возле ворот, но не нашел. А когда от двери училки к воротам быстро пошла какая-то баба, подорвался и был таков. А может, ты все-таки вот это искал? Начальник, зачем мне слоник? У меня дома таких полно. На уточнение следователя, что, скорее всего, этот слоник был потерян убийцей, сильно удивился и брезгливо проронил, что даже при шее он по глупости старуху нитки не взял бы в ее поганом доме. Ладно, так и запишем. Информация о женщине, которая прошла мимо Семенюка, заинтересовала следователя. Савченко не мог понять, как соседка Христофорова могла не увидеть проходящую мимо Семенюка женщину, если сам Семенюк ее видел. Конечно, парень мог соврать, но зачем? Капитан отправил участкового на еще один разговор с Христофоровой. Скажи мне, Надежда Петровна, ты зачем следствие обманываешь? Женщину видела? Ну, видела. Почему сразу не сказала? Ну, подумала, что не важно это. Ну, ты дура! Савченко решил еще раз наведаться в школу. Дежурная на входе очень старалась помочь следователю. Тарахтела, не закрывая рта, преданно заглядывала в глаза и старалась понять, угодила ли. Полезной информации было немного. Самое важное, убитая Мария Семеновна, в отличие от коллег, никогда, это особенно, подчеркнула дежурная, не приходила в школу и не уходила из нее с кем-то. Всегда одна. Слушая школьную активистку, которая первой обнаружила мертвую учительницу, Савченко понимал, что ничего нового не узнает. Активисты. Ни должность и ни профессия. Участие в мероприятиях и громкие речи на собраниях открывали дорогу для карьеры. В школе путь активиста моделировал взрослую жизнь. Звиньевой, председатель совета пионерского отряда или дружины, секретарь комсомольской организации. Александра была именно такой активисткой. Наверняка ученица рассказывала эту историю в сотый раз. В таких случаях рассказ обрастает подробностями, из которых трудно понять, что правда, а что нет. А вот техничка в черной косынке, с которой уже беседовал Савченко, привлекла его внимание. Он так и не выяснил, почему она в трауре. Уверенно, не расплескивая, уборщица несла два ведра воды. Савченко на собственном опыте знал, как это нелегко. У него в квартире водопровода не было. Вот он и старался с утра наносить воды со двора, чтобы жене не пришлось таскать. Следователь еще раз решил поговорить с директором. Директор начала с воспоминаний о Марии Семеновне. Такая потеря для школы. Сколько учеников, наставник, учителей. Ну, неужели в вашей школе все прям так и любили Марию Семеновну? Ну, может, и не все ее любили, но авторитет у нее был непререкаемый. А что, ваша уборщица, почему она в трауре ходит? Это что, траур по Марии Семеновне? По словам директора, уборщица Малышева носит траур уже давно. Месяца полтора назад у нее умер муж, который долго болел. С тех пор черный платок не снимает. Все сочувствовали Малышевой, соболезновали. Она держалась мужественно. Один раз только расплакалась в кабинете Марии Семеновны. А вот с этого места поподробнее. Я лично не слышала. Учительница химии рассказывала. Могу я ее сейчас увидеть? Ну, конечно. Да, я видела, как она плакала в кабинете Марии Семеновны. Но мне это показалось странным. Странным? Что в этом странно было? Ну, даже не знаю. Ей показалось, что Малышева просила прощения у хозяйки кабинета. А может, просто о чем-то просила. Мария Семеновна разговаривала с ней свысока. В общем, мне показалось, что этот разговор был неприятный. Хотя от Марии Семеновны многие плакали. Следователь решил еще раз поговорить с уборщицей. Он направился по коридору к ее коптерке. Ему показалось, что она слышит его приближение и ждет его. Оформите мне явку с повинной. Можно? В коптерке уборщицы уже стояла сумка. В ней были собраны самые необходимые вещи – чай и сахар. Где вы взяли скальпель? Это еще с прошлой жизни. Это мужа скальпель. У Малышевой был изъят скальпель. Им она разрезала тряпки, куски хозяйственного мыла и строгала парафиновую стружку, которая посыпала деревянные полы школы. Каждый, кто заходил в коптерку к тете Вале, видел этот скальпель. Но никому не приходило в голову, с какой целью она принесла его на работу. А можно я слоников с собой возьму? Уборщица рассказала, что сразу после победы ее муж, который всю войну прослужил санитаром в военно-полевом госпитале, получил комнату в коммуналке, где жила Мария Семеновна. Ну, вы знаете, у нас как-то отношения сразу не заладились. В 1948 году мужа Малышевой, сержанты медицинской службы, арестовали прямо на рабочем месте, в хирургическом отделении районной больницы, по доносу. Ну, вы знаете, как все это было, следователь. Мужа Малышевой обвиняли в том, что во время войны он занимался шпионажем. Его судили и отправили в лагерь. Малышевой пришлось срочно уезжать на стройку в Среднюю Азию, где были ужасные условия. Но почти никого не интересовало прошлое. Через несколько лет ей удалось наладить переписку с мужем. Ну, а после смерти Сталина вы пытались подать дело на пересмотр? Мой муж уже к тому времени был тяжело болен. Его сактировали по болезни. Они приехали в родной городок и сняли небольшую комнату. Муж тяжело умирал. Туберкулез? Да. И я поклялась. Я поклялась, что найду того человека, который сломал нам всю жизнь. Только перед самой смертью муж рассказал Валентине, что взяли его по доносу, который написала их соседка-учительница. Во время допроса следователь тряс перед его лицом этой бумагой. Муж Малышевой узнал почерк учительницы. Учительница. Да, это она. Члены семьи изменника родины, сокращенно ЧСИР, клеймо, которое носили миллионы. Жизнь под страхом ареста, отсутствие всяких прав и презрение окружающих доводили людей, чьи родные были осуждены до полного отчаяния. Спасением мог быть только публичный отказ от близкого человека, признание его вины и собственное раскаяние. Многие так и делали, чтобы спасти себя. Но Валентина Малышева от мужа не отреклась. И вот тогда я решила отомстить. Отомстить за то, что она испортила нашу жизнь. Она ее изломала. Из-за чего? Из-за комнаты. Именно тогда Валентина и решила отомстить. Взяла на работу скальпель, но 40 дней. Она обязательно решила дождаться, пока пройдут 40 дней после смерти мужа. Чтобы все обдумать и подготовиться? Да, я придумала. Учительница обязательно должна погибнуть дома, в той самой квартире, ради которой она погубила человека. Но как попасть к ней домой? Уборщица пошла на хитрость. Она пришла к учительнице и рассказала о смерти мужа. Мария Семеновна, у меня сейчас такой тяжелый период в жизни. Я бы хотела вас попросить. Можно я хоть иногда буду приходить в нашу комнату? Вашу? Это моя комната. Ну, конечно же, конечно же, она ваша. Я ведь ни на что не претендую. В благодарность за это Малышева готова помогать учительнице каждую неделю делать уборку в ее квартире. Ладно, приходи вечером завтра. Терехина согласилась. Конечно, она была в состоянии убирать сама, но для нее приход Малышевой был ее окончательной победой. Поэтому первую уборку учительница назначила на следующий же день. Когда Валентина пришла в квартиру, она вспомнила, как они мечтали с мужем о тихой жизни в уютной комнате и как эту простую мечту разбил один донос. Валентина приступила к уборке. Протирая пыль, она увидела бюстик Сталина. Монумент Сталину в их городке уже убрали, но от маленького памятника в своей квартире Марина Семеновна не отказалась бы никогда. Малышева решила не доставать захваченный с собой скальпель. Она размахнулась и ударила изо всех сил. Это тебе за все. Малышева аккуратно протерла все, где могли остаться отпечатки ее пальцев. Забрала с собой слоников с дивана. Это были их с мужем, счастливые слоники. Но руки так дрожали, что на улице одного она выронила. Ваша явка исповедна. Спасибо. Оваги. КОНЕЦ Следствие по делу Малышевой закончилось очень быстро. Обвиняемая ничего не скрывала, активно сотрудничала со следствием. На суде Малышева вела себя спокойно, говорила мало, только отвечала на вопросы. В последнем слове признала себя виновной в убийстве, но настаивала, что поступила правильно. Убитая должна была понести наказание за свое бесчеловечное отношение к людям. При вынесении приговора суд учел все обстоятельства. 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В лагере Малышева заболела туберкулезом и сгорела за полтора года.